Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом бою расскажу вам про ИСУ-152К, где К это кал. Ну понятно, очевидно, тут даже не надо гадалки ходить. Начну с минусов, поскольку у этого танка плюсов нет. Если сравнивать это ведро с прокачиваемой ИСУ-152, что мы получаем? Получаем, что этот танк хуже во всем, кроме пробития и углов горизонтальной наводки на 2 градуса. Во всем остальном это ведро хуже. Что любопытно, в разделе живучесть у прокачиваемой и у премиумной ИСушки одинаковые параметры, одинаковая броня везде и одинаковое количество ХП. Но общая итоговая циферка живучести у премиумной почему-то выше. Видимо не обманешь, не проживешь, да? Итак, мы получаем, что у прокачиваемой телеги УВН лучше вниз, вверх, а сейчас все карты перерыты и на премиумном танке на ИСУ-152К пушка не опускается никогда. Также у нас еще отвратительная точность 0.43. Если это ведро навоза собрать полностью под боновым оборудованием, то мы получим точность что-то типа в районе 0.37. В этот же момент у прокачиваемой ИСушки такая точность это базовая, без ничего. И зачем нам за это чуть-чуть больше пробития я не понимаю. Также у нас слабее двигатель, хуже удельная мощность. Но вроде бы чуть-чуть быстрее танк поворачивается по циферкам, но на деле он вообще не едет и вообще не поворачивается. Также обзора никакого нет. Это здоровенное ведрище. Еще и не обладает никакой прочностью модулей. Боеукладка вылетает абсолютно каждым выстрелом в лоб. Если она не вылетела, вам повезло. Также баки в жопу тоже ломаются каждый раз. И даже если инструкцией усилить боеукладку, это ей не помогает, она все равно ломается. То есть нужно еще прокачать, видимо, перк на боеукладку у членов экипажа. Еще и, наверное, мокрую боеукладку поставить. При том, что оборудования годного и так особо-то не хватает этому танку. Я перепробовал все. И чтобы хоть какой-то результат делать, пришлось поставить досылатель, сведение и вентиляцию. Все это было трофейное оборудование улучшенное. И при этом этот танк все равно был всратый. Также стоял доп. паек и все расходники дорогие, большие. Этот танк не фармит. Играя на фулл ББ, на фулл Галде, на одних модулях, на других модулях, на любых расходниках, вы много серебра не получите. Я перепробовал на этом танке все. Я сыграл на нем 80 боев. Он не фармит вообще. У него снаряд стоит больше штукаря. Вы выплевываете этот снаряд, и он летит куда попало. Он очень кривой. Чаще всего вы стреляете по чужому засвету. Мы плавно перетекаем к геймплею и играбельности этого танка. Геймплей этого танка очень узенький. Лучше всего он может делать только одну вещь. Ехать с тяжелыми танками и за спин тяжелых танков выезжать в безопасный момент и стрелять в силуэт вражескому тяжу. Больше этот танк не может ничего. Я такой геймплей называл следующим образом. Танк поддержки союзных тяжелых танчиков на ровной поверхности. Кемперить этот танк почти не может, потому что он редко попадает. Перезарядка очень долгая. Снарядов крайне мало. Зарядить снаряды разного типа под разные ситуации в бою тяжело. Поскольку жменька ББшек, две голдинки, два фугасика, все, снаряда уже нет. Это все его снаряды. И единственное, что остается делать на этом танке, это ехать вперед и пытаться активно хоть что-то сделать. Прострелов на картах почти нет. Бои очень быстрые. Этот танк не успевает никуда и ничего. Просто поехать вперед, слиться и дать 2-3 урона, это даже хорошо. Поскольку бывают бои просто с нулем. Ты не можешь сделать вообще ничего на этом танке, потому что бой уже кончился. Никакой прострел ты занять не можешь, потому что не успеваешь. Ни доехать, ни повернуться, ничего. Максималка 40, но он ее даже с горы с трудом держит. При такой мобильности хоть бы какая-то броня была тогда, но ее нет вообще. Просто ноль. Иногда можно ромбиком, бортиком чуть-чуть рикошет словить, но это тоже повезло. Ситуации, когда ты просто стал и по кемперюк, как в 2013, такой ситуации нет. Карты коридорные, бои очень быстрые. Открытых карт не так уж и много, и на них быстрые танки так носятся, что ты не успеешь никуда не повернуться, ни стрельнуть, ни свестись. Сведение, кстати, тоже там 3 с чем-то секунды. Ты пока сводишься, враг либо умер, либо уехал. А если ты не свелся, да ты при полном сведении даже никуда не попадаешь. Это просто жесть. Влияние на исход боя этого корыта практически около нуля. Из-за этого выходит, что он не фармит вообще, даже когда хоть какой-то урон наносит. И на бой слабо влияет. Я кое-как вытащил хоть какую-то статистику на этом танке. Все у меня начиналось крайне плохо. Не было даже 50% побед и средний урон у меня был в районе 1400. Это когда я на этом танке пытался играть в ПТ. Занимать прострелы и прикрывать танчики, стрелять с кустика. Этот танк не может это делать вообще. Потом я начал играть на нем активно и просто ехать вперед. Вытянул статистику до 2000 среднего урона. И процент побед там что-то 56. Это когда я просто начал ехать прямо и играть в игру. Причем этот танк практически не приспособлен для этого. Но это в разы лучше, чем стоять в кусту, потому что он не может ничего с куста. Во-первых, кусты надо быстро менять, потому что ситуация в бою быстро меняется. Этот танк даже первый свой куст занимает, когда уже почти весь бой прошел. А потом, пока он стрельнул, не попал, не свелся. Еще половина боя прошла и он уже и закончился. Это худший премтанк в моем ангаре. И отправляется он в коллекцию проданных премтанков. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.